Делегация российских полицейских в этот день посетила музей, приняла участие в традиционной акции по посадке саженцев. Денис Севков продолжит. И в отчаяни все-таки нашли вот в этом бантере, в грязнейшем бантере, едва и два заметных, два отпечатка пальцев. Так оно было раскрыто, это преступление. Стражи порядка из России знакомят с музеем областного департамента внутренних дел. Рассказывают об экспонатах, о служебной форме, о героях, которые погибли при несении службы. В составе делегации полицейские из Курганской, Омской, Тюменской областей и города Москвы. Начинаем мы это очень важное и значимое мероприятие. Начинаем мы традиционно с возражения венков и цветов памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. Затем в этом году мы открыли аллею молодых сотрудников. И мы, приезжающие гости, мы стараемся, чтобы осталась память для наших молодых сотрудников, нашего потомства. Садим, значит, ели. С начала года на территории нашего региона полицейские установили личности 23 уголовников. Их разыскивали в России. Четверых задержали за убийство, разбой, сбыт наркотиков и кражу. Кстати, российские коллеги поймали столько же подозреваемых. Эта работа строится ежедневно. У нас идет взаимодействие по розыску преступников. То есть, фактически ежедневно поступают запросы по розыску преступников, задержанию, как на территории Северо-Казахстанской области, так и на территории Омской области. За этот год было достигнуто достаточно много позитивных результатов в нашей работе, как в информационном обеспечении, так и в противодействии преступности. После музея возложение цветов. Полицейские почтили память стража порядка, погибших во время несения службы. Посадка молодых елей. Российские полицейские приняли участие в акции, которая уже стала традиционной. На аллее молодых сотрудников имени Газиза Ясимова они высадили 9 саженцев хвойных. А вот и долгожданный момент. Начальник областного департамента внутренних дел Берег Белялов вручил отличившимся подразделениям полиции ключи от 15 новых автомобилей. Денис Севков, ЖУДУЗБЕКИР МУКАНОВ, Новости МТРК.